Победы здесь не так важны. Главное... Здесь можно ловить мяч в руки и перебегать с места на место. О популярном виде спорта в детских лагерях и не только узнаете через 7 минут. Профессиональные бутсы за дворовый футбол. В Могилёве проходит один из самых популярных среди мальчишек футбольных турниров. Ну а тем временем в Кубке Могилёвской области по футболу названо имя первого финалиста. Кто это? Спорт М расскажет. В то время как хоккеисты Бобруйской команды динамошенник уже который день режут лёд на Бобруйской арене, принимая участие в международном турнире, хоккеисты Могилёва только в ближайшее время приступят к тренировкам с клюшкой, шайбой и на коньках. С хоккейной темой мы начнем наш сегодняшний выпуск программы «Спорт М». Спорт Могилёвской области. Приветствую вас. В Бобруйске в эти дни проходит традиционный хоккейный турнир на призы председателя горосполкома. В этом году за награды борются шесть команд из Беларуси и России. Нашу страну представляет динамошенник и Минская юность, Россию, сибирский снайпер из Новосибирска, белые медведи Челябинска, серебряные львы из Санкт-Петербурга и белые тигры из Оренбурга. В стартовом матче наша команда уступила победителю молодежной хоккейной лиги Белым медведям 0-5. Затем одержала победу, переиграв Минскую юность 3-1. В третий день турнира Бобруйчане взяли верх над командой Белые Тигры из Челябинска со счетом 2-0. На данный момент динамошенник занимает второе место на турнире. Осталось сыграть еще два матча. Две лучшие команды в воскресенье встретятся в финале. Стали известны подробности проведения розыгрыша Кубка Беларуси. В этом сезоне участие в турнире, который носит имя Руслана Салея, примут 12 команд. Помимо 11 представителей экстра лиги в турнире сыграет юность из МХЛ. Команды разбиты на две подгруппы и проведут однокруговой турнир, победители которого в очном противостоянии разыграют трофей. Хоккейная команда Могилев попала в подгруппу 2, где ее соперниками станут Юность, Бомель, Шахтер, Лида и Динамо Молодечно. Первые матчи команды проведут уже 20 августа. Обладатель Кубка станет известен в последний день лета. Дворовый футбол в исполнении 16 детских команд. Традиционный и очень популярный турнир Кубок Двора в эти дни проходит на Могилевском стадионе «Локомотив». Футбол это больше, чем игра, утверждают эти мальчишки. С утра до вечера они гоняют мяч во дворах Ленинского района Могилева. Теперь у них есть возможность узнать, кто из них играет круче. Парни с 10 и 12 лет разделены на две подгруппы. Лучшие выходят в стадию плей-офф, где встретятся в полуфинале. А их победители поспорят в главном матче Кубка Двора. За первые дни турнира команду уже наколотили несколько десятков мячей. Такая скорострельность объясняется и желанием стать лучшим бомбардиром турнира. В награду за это кто-то из мальчишек получит настоящие футбольные бутсы из рук известного судей Советского Союза, организатора Кубка Двора Николая Подшиваленко. Во дворах у нас же, смотрите, сколько играет. Во дворах, в школах. Поэтому за оздоровление одновременно их общаем к большому футболу. То есть они уже что-то учатся, удары по мячу, уже обжигированы. Поэтому наша задача общественников и физкультурно-спортивных по месту жительства проводить работу по оздоровлению детей. И с этой задачей Николай Подшиваленко и его единомышленники справляются на ура. Футбольный турнир Кубок Двора по-прежнему является одним из самых популярных среди детей. Вот уже 8 лет подряд собирают дворовые команды Могилева на этом турнире. За кого валяешь? За крыльницы. Сам играешь? Да. За меня. Впечатления от турнира как думаешь, как сыграет команда Кубок Двора? Нормально, думаю. Первый матч сложно было? Не очень. Играли в силу и выиграли. Старались. Сколько сам забил? Пять. Восьмой по счету турнир Кубок Двора в Могилеве продолжается. Его победители будут названы в пятницу. Финалы намечены на полдень. Продолжаем выпуск обзором спортивных событий. Могилевчанин Никита Цмык установил новый национальный рекорд по плаванию во время открытого чемпионата Беларуси. На дистанции 200 метров на спине спортсмен побил рекорд, который держался с 2009 года. Нынешний рекорд равняется 1 минуте 56,17 секунды. Серебро на молодежном чемпионате мира погребли завоевала бобручанка Надежда Макарченко. В паре с Ольгой Климова из Минска она заняла второе место в молодежном заезде кануэ двоек на дистанции 500 метров. Всего белорусы увезли домой четыре награды, среди которых по одному золоту и серебру, а также две бронзы. Команда Могилевского государственного университета продовольствия вышла в финал Кубка области по футболу. Накануне студенты дома встречали с обладателем трофея горками и одержали уверенную победу 3-1. В другом матче школовский Спартак с таким же счетом 3-1 переиграл Чаусскую Ниву. Однако за выход в главный поединок турнира Спартаку еще предстоит сыграть с круглянской зарей. Отметим, что обладатель Кубка области в следующем году сыграет в Кубке Белоруссии. Пожалуй, нет ни одного мальчишки или девчонки, кто в детстве не побывал в оздоровительном лагере. Программа «Спорт-М» заглянув в календарь и обнаружив, лето в самом разгаре отправилась ближе к соснам, солнцу и свежему воздуху. Так сказать, витаминизироваться впечатлениями. У каждой команды своя речевка. А так ребята приветствуют друг друга перед эстакетой. Прыжки в длину оказались одним из простых заданий. А вот упражнения со скакалкой наоборот, самыми сложными. А рядом у детей из младших отрядов свои состязания. В пару дней, как школьники приехали в загородный лагерь «Любуш», к концу смены шутят, будут показывать результаты, как настоящие спортсмены. Это 4-5 отряд, они играют в панербол. Здесь можно ловить мяч в руки и перебегать с места на место. Тут и футбол проходит, и баскетбол. Одним интересно мяч погонять, другим попрыгать под музыку. Через несколько секунд на площадке массовка. Похожие движения входят в утреннюю зарядку, а под музыку уже танцевальный фитнес по-детски. Это был определенный танец. Мы сочинили все вместе. Но это воплощение нашей души. На свежем воздухе, где масса развлечений, конкурсов, дети мигом забыли про компьютеры. Здоровый образ жизни здесь не на словах. Нам тут очень хорошо отдыхаются, нам тут очень весело. У нас вожаты очень веселые, хорошие. Самые лучшие. Мы занимаемся спортом, кушаем, хорошо нас кормят, очень хорошо. Тут хорошо очень. Я тут первый раз, но мне тут понравилось очень сильно. А что понравилось? Ну, что тут хорошие вожаты. Играем каждый день в подвижные разные игры. А по словам руководства лагеря, здесь подвижным играм уделяют много внимания. Не секрет, что у многих детей лишний вес из-за любви к компьютерным играм. А здесь другие развлечения. Выше, быстрее, сильнее. Не пропустить и увидеть своими глазами. О главных спортивных событиях выходных расскажем прямо сейчас. Международный хоккей в Бобруске. Шесть мхэловских команд спорят за звание сильнейшей на третьем международном турнире на призы председателя Бобруского городсполкома. Среди участников и местная команда «Динамошинник». Игры проходят на Бобрусской арене. В воскресенье матч за третье место и финал. Начало в 14 и 18 часов соответственно. Конкур в Могилеве. Республиканский турнир стартует в пятницу на конном манеже поселка Городок. Начало в 10 часов утра. На протяжении трех дней зрители будут радовать десятки участников самой зрелищной дисциплины в конном спорте. В эти же дни в деревне Мышковичи, что рядом с райцентром Кировск, пройдет 46-й традиционный мемориал Орловского по велосипедному спорту на шоссе. Это не Вуэльде и не Тур-де-Франц, однако и сюда заезжают звезды. Как раз таки в прошлом году турнир посетил Евгений Гутарович, некогда призер Тур-де-Франц. Кто будет на этот раз из-за мировых звезд, узнаете, если посетите Мышковичи на выходных. А на сегодня это все. Еще раз напомним. Конкур в Могилеве, хоккей, бобруйский и велосипедный спорт в Мышковичах. Не пропустите. Ну а уже в понедельник на Беларусь-2 спорт М поделится впечатлениями. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!